Продолжение следует... 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 безличностным характеристикам, как это должно быть, по мнению выборов и бюрократии, это общее свойство российской демократии 17 века, и ничего не изменилось, и революции каких-либо годов ничего не поменяли, и в этом смысле идея патронажа как основного способа продвигаться наверх преемственно к советской власти по отношению к царскому времени и, соответственно, Польше. Так или иначе, вот я привожу табличку, в конце 70-х, конце 80-х годов, когда советология, или точнее та образ политологии, которая называлась советологией, носила несколько прикладной характер, потому что западные советологи пытались как-то дать, работать с прогностическим инструментом для западных же властей, чтобы понять, как устроена советская власть изнутри, и полагалось считать, что патронаж, основной драйвер карьеры советского бюрократа, они делали довольно большое количество исследований к патронажу, они имеют свои достоинства и недостатки. Вот это пример работы конца 80-х годов, но она готовилась раньше, про то, что те группы, те бюрократы, которые не имели никакой поддержки среди начальства в Москве, имели более-менее 60% шансов вылететь вниз, или вообще с работой, по сравнению с теми 60%, которые имели больше шансов продвинуться по иерархической лестнице вверх в Москву или в Москве. Проблема многих этих патронажных исследований, советологических в первую очередь, это, во-первых, на мой взгляд, довольно-таки непрозрачность критериев, по которым они определяют патронаж, из-за этого сразу возникает ряд проблем. Если мы не очень понимаем, о чем мы говорим, даже рисуя какие-то таблички, мы не можем быть уверены в том, что мы, сравнивая положение бюрократии в 60-х годах и в 80-х годах, мы говорим об одном и том же. Тем самым возникает некая неустойчивость во времени, когда два разных исследователя говорят о патронаже в разных странах, даже структурно очень схожи, как, допустим, были страны и постсоветского плота, гарантируют, что они используют одно и то же определение сложно, тем самым возможность между сравнением тоже отсутствует. И главное, на мой взгляд, это, скорее, отчасти моя идеологическая установка, но до тех пор, пока мы не понимаем, зачем это людям нужно на индивидуальном уровне, тем самым, которые назначают не очень умных, но очень лояльных, чтобы под этим не имелось в виду кандидатов, мы не очень можем разобраться в проблеме. Поэтому не только я, разумеется, но сильно до меня стали думать о том, что можно сделать, как можно формализовать патронаж, можно ли, если это такая сложная расплывчатая вещь, можно ли поймать какой-то прокси, какую-то характеристику, которая не будет прямо его определять, но будет на него указывать, например. Одна из таких прокси, здесь, наверное, плоховато видно, это аффилиация в общих институтах до попадания во власть. Это тот факт, что два человека регулярно повторяют некую карьерную лестницу раз за разом, друг за другом, может свидетельствовать о том, что один другого тащит как патрон клиента, если кто-то. Это лежит в основе таких обычных журналистских текстов, которые были популярны в начале 2000-х годов, когда Путин перетаскивал своих приятелей из Петербурга в Москву, о том, что есть питерский клан, о том, что X, Y, Z с Владимиром Владимировичем Путиным учились в Нью-Йорк-факе СПГУ и работали в КГБ, или работали в КГБ в Дрездене и так далее. И на индивидуальном уровне это работает плохо, потому что люди могут быть лучшими друзьями, или доверять, или не доверять друг другу. Вне зависимости от их карьерных соображений, это может никак не отражаться в их официальных биографиях. Но на коллективном уровне это довольно неплохой показатель. Если сделать, при том, что почти все биографии почти всех чиновников, в том числе регионального уровня, вполне доступны через открытые источники, если их превратить в табличную форму и посмотреть, какие у них общие аффиляции до прихода во власть, это нам даст механизм, вот такой, где мы сможем смотреть точки пересечения их в предыдущих карьерах, реконструировать их в сети, которые не будут означать, что это сети настоящий патрон клиентов, но во всяком случае степень плотности того, как это происходит во времени, можно попробовать померить. Происходит, тем самым снимаются кое-какие проблемы. Во-первых, происходит все-таки какая-то формализация, во всяком случае нам становится понятно, критерий включения. И, во-вторых, замеряя, насколько в течение времени эти связи между людьми в правительстве, личные связи или связи в предыдущей карьере, становятся более или менее плотными, сравнивая их с какими-то социально-экономическими показателями, не знаю, с индексом демократии, с чем-нибудь, можно тестировать какие-нибудь гипотезы. Я такую работу делал, когда я писал магистрскую работу в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Пара картинок, которые будут показаны дальше, взяты оттуда, и из такой журналистской публикации этого же в журнале «Русский репортер», где я после того, как написал магистрскую, работал, и мне хотелось это как-то продемонстрировать. В смысле, мою магистрскую работу. И это была такая база данных по федеральному правительству, где можно было делать срезы на каждый момент времени, можно было получить состояние правительства, кто был в нем и какую должность занимал. И так как все биографии туда были мной вбиты, то я мог посмотреть на их связи. Можно было посмотреть, что здесь, наверное, слишком мелко, чтобы это что-нибудь видеть. Это сеть федерального правительства в 2000 году. И они отцентрованы, извините, они отцентрованы в зависимости от такого показателя социальных сетей, как промежуточность, промежуточность, если не судяюсь, это просто называется betweenness по-английски, количество путей друг от одного, от одного, сейчас, от одного субъекта к другому, который лежит обязательным образом через этот элемент. Чем большее количество людей связано через меня, непосредственно, тем больше моя власть. В том смысле, что без меня они становятся несвязаны. Поэтому показатель промежуточности, я не уверен, что это так по-русски называется, но думаю, что да. В каком-то смысле служит индексом власти. Может служить при некотором приближении. Тем самым, те, кто в центре, наибольшее количество, связывают наибольшее количество людей. А размер этого кружочка, это количество входящих в него палочек, которые по-разному, 23, это просто количество свечей. Цвет кружочка в данном случае не важен, раз я расскажу в зависимости от силовых и силовых инициаций, но это не очень важно. Я измерил, я сделал несколько срезов, в 2008 году, когда я здесь не стал приводить, в 2011 году, когда президентом был Медведев, ситуация не очень сильно изменилась, что служит симпатичным, но симпатичным, но очевидным, подтверждением очередной мысли о том, что Медведев, мы с этого долго создали, журналисты, не является сколько-нибудь существенной фигурой, потому что Медведев, по-моему, у нас тут, довольно сильно, на периферии, на такой же дистанции, чуть дальше дистанции, чем Кудрин, до отношения к нему центру власти, это стратировка происходит не с относительно формального распределения власти, а относительно того определения власти, которое я дал выше через промежуточное, через количество связей. В 2012 году, хотя этот момент был уже не в самом деле, я работаю. Я, скорее шести ради, потому что мне сказали это все тот же репортер, обновил эти данные для нового воинства, потому что оно уже чуть-чуть переоизменилось, и мы видим, что вся эта структура отчасти разваливается, то есть остается такой вот небольшой комок, но количество видов, которые никак не с ними связаны по предыдущим проектам, существенно больше, что важно я расскажу чуть позже. Это симпатичный инструмент, вооружительство которым я приехал в Евразийский университет конференции думая, что с этим можно что-то сделать. А я последний год сидел и думал, что с этим можно сделать. А мне все врачу, что нужно было, к сожалению, Это с ними так есть. И некоторое время назад, к сожалению, пришел к выводу, что с этим нельзя сделать ничего, и что с точки зрения науки, хотя это очень симпатичные картинки, и главное, что это четкие выступления на сцене, с точки зрения науки фактически ничего не говорит, потому что у него есть раз существенные проблемы. Я знаю постместок людей, которые никак не связаны со мной пытаются сейчас пользоваться этим инструментом, потому что он очень ясен и доступен. И возможно, что у меня просто сейчас некоторое разрушение, но я предупреждаю против использования этого, потому что с точки зрения науки это опасный путь. Во-первых, потому что большая часть этих связей, которые возникли между этими людьми, которые возникли в не большую часть, все возникли в советском периоде. Это нормально, это довольно очевидно, при том, что есть институты, причем иногда это просто буквально институты не в социологическом категоре, а буквально институты типа Юрпака, ЛГУ, где учился или Арни, или КГБ, которые не зависят от личных связей и через которые эти личные связи создаются. Патрушев в свое время дал большое интервью, которое вызвало волю всяких негативных эмоций по поводу того, что современные ФСБшники и КГБшники это новое дворянство. Известная книжка, не помню, акту, известные отличные исследования про КГБ и современные ФСБ. Бараган, по-моему, зовут Артар. Так называется новое дворянство, как раз цитата из этого интервью. Эта идея нового дворянства берется через то, что институты не деградировали, но чем больше они не деградировали, тем больше возможно через них создавать личные связи, потому что это такое место, где можно создавать доверие, который ключевой механизм для патронажа. Если патронаж начинает развиваться, если плотность вот этой вот сети становится слишком большой, институты, через которые возникает связь, тоже начинают деградироваться. В любом случае, для того, чтобы сравнивать эти вот сети во времени, вот так вот показывать, что здесь очень плотно, а здесь совсем не плотно, должны быть уверены, что институты стабильны во времени. Помимо этого, есть некоторая проблема которая состоит в том, что институциональная конструкция общества может очень сильно оказывать влияние на воспроизводство этих связей, потому что если мы посмотрим на французскую элиту, большая часть которой училась в одном университете, в одной из эколи нормаль, мы увидим очень большую плотность этих личных связей, хотя говорить о том, что французская система на его бюрократии не мероприотична, неправильная. и что она более не мероприотична, чем немецкая, где нет такого единого института, откуда вышли в силу. Третья проблема, которая состоит в том, что мы так и не решили проблему того, почему, собственно, эти люди в какой-то момент начинают понимать или продвигать, или влиять на назначение людей, с которыми они раньше учились, работали, и еще что-нибудь, и, собственно, нам не дало ответ на такой вопрос. Да, и главный вопрос, собственно, и что дальше, потому что эти картины позволяют увидеть какие-то группы, можно говорить о группах влияния, башня Кремля, но с прогностической точки зрения они ничего не дают, и, собственно, тот распад, который произошел в 2012 году, показал, что, при том, что политическая система никак не изменилась, прогностической системы этой модели, если можно такое назвать, вообще нет. И тем самым мы приходим к начальной точке о том, что нам с этим всем делать. Кроме того, можно поставить под вопрос, очень многие исследования патронажа и меридократических против патронажных систем, когда назначение происходит на основании каких-то личных связей, исходят из посылки, очень старой посылки Веймера, где он написал «Идеальный тип бюрократии» не в 78-м году, у нас эта книжка в 78-м году, о том, что меридократические системы бюрократические гораздо эффективнее, чем патронажные. И есть большое исследование средних и слаборазвитых стран 2000-го года, которые, если кому-нибудь интересуется, кто не интересуется, того, как это можно посчитать, я советую посмотреть, которые показывают, что страны, где распространена меридократическая форма управления, гораздо более эффективны с экономической точки зрения. здесь вопрос каузальности, как всегда, что вызывает что. Пример Южной Кореи показывает, что экономический рост в системах, где нет никакой меридократии, а люди, наверное, очень сильно развиты, немножко специальный восточный тип патронажа, вполне могут развиваться и могут достигать невиданных динамических результатов. Кроме того, и вообще, многие исследователи сходят из посылки, что патронаж, это плохо, а потом уже начинают что-либо исследовать. Недавнее исследование по ОГЭ, это политоргамент, качество управления. Они исследовали качество управления в разных странах, включив в качестве посылки то, что включив меридократию в один из факторов. Они не измеряли, что лучше меридократические или не меридократические системы, но считали, что качество управления растет в тех странах, где дуракаты нанимаются меридократическим образом, а не по знакомству. Тем самым, разумеется, приходили, так как они это включили в определение, разумеется, они приходили к ожидаемому вполне выводу, что меридократические системы лучше, потому что они это включили в изначальную форму. Поэтому, если про это думать, лучше исходить из того, что у нас есть конкретный индивидуальный актор, начальник Владимир Владимирович Путин, кто угодно, кто, принимая решение о назначении или о том, что он хочет как-то протолкнуть своего человека или не своего человека, действует максимально рациональным и максимизирующим какую-либо из своих предпочтений функции. Это, возможно, ложная посылка, но, тем не менее, мысль о том, что этот актор рациональный, лежит в основе всего, что я буду говорить дальше. Поэтому дальше можно задать вопрос, если мы считаем, что этот человек что-то рационально максимизирует, то, во-первых, почему он не максимизирует компетентность в итоге? То есть он максимизирует какую-то эффективность своего подчиненного, которая, вероятно, включает в себя компетентность, но ему нужно еще что-то для этой максимизации. И почему так получается, что то, что он имеет ввиду под этой эффективностью, он нанял того человека, который ему нужен, того самого человека, у которого было чувство локтя, Сергея Иванова, Дмитрия Медведева. Почему? Это не всегда означает, как показали Раутин Эванс, эффективность для правительства и для страны в целом и долгосрочную эффективность. Я тут сделаю три очень коротеньких отступления, которые нам потом пригодятся в том, что я буду говорить. Как я говорил в критике того же, что я делал до этого, а именно в анализе социальных сетей Элит, это не теория, а просто такой механизм, дескриптивный механизм описания каких-то групп влияния. Единственная, одна из теорий, на которые можно было бы куда-нибудь приехать, это гипотеза Брейгера, которую он выдвинул в начале 90-х годов, о том, что существует... Он это не так сформулировал, это картинка другого автора, но существует в зависимости от режима и его склонности к модернизации, это нужно было автору, но в любом случае в зависимости от режима существуют те или иные структуры социальных сетей, в которые складываются бюрократии. В абсолютном авторитаризме в центре находятся... Эти связи Элит довольно гомокенные, а то, что они называют фрагменты тирании, что мы сейчас назвали бы... Я это определяю ближе всего к лекторальному авторитаризму или к патронажному типу авторитаризма. В центре находится патрон, вокруг него есть некоторое количество его подчиненных, в которых под ними самим тоже находятся их клиенты, которые тоже для кого-то в свою очередь являются патронами. И это уже теория, с которой можно как-то работать, можно проверять так это или не так, во всяком случае. Проблема состоит в том, что любой бюрократ в каком-то смысле является участником... Ну, мы все являемся участниками множества разных сетей. То есть у нас есть дружеские сети, у нас есть сети нашей работы, родственные, они как-то сложно пересекаются. Если любые бюрократические сети представляют собой иерархическую структуру или дерево, которое здесь изображено, а именно, что в центре существует некто первого порядка, под которым существует некоторое количество людей и его условных заместителей, под которым существует некоторое количество подчиненных, у которых тоже можно быть союзничать подчиненные, дальше уже в зависимости от влияния. Главное, что у всех есть только одна связь с уровнем более высокого порядка. Нету двойных лояльностей, у меня может быть только один начальник. И есть дружеские сети, они могут быть какими угодно, я могу дружить или не дружить с своим начальником, я могу дружить с начальником другого отдела, или ни с кем не дружить, я вообще быть просто одиночкой. Гипотеза Брейгера тем самым говорит о том, переводя ее, переформулируя в этих терминах, что в слабых авторитарных режимах система личных связей будет повторять систему формального распределения власти. То есть, так как друзья будут нанимать своих условных друзей вниз и следить за тем, чтобы не было двойных лояльностей, чтобы никто не мог предать своего патрона, то структура дружбы будет более-менее соответствовать и стремиться соответствовать формальному распределению власти. Это было первое небольшое отступление. Второе отступление – это такая важная статья Диего Гамбетта и Майкла Барреха о том, как сигнализируется доверие. Доверие, я об этом четко более не сказал, но интуитивно понятно, что если речь идет о лояльности, или если речь идет о том, что начальник отказается, что ему кто-нибудь подсидит, то это вообще весь разговор доверия. Гамбетта и Бахач сформулировали это в терминах теории игр, когда там есть два участника, они рассматривали теорию, так как это чисто теоретическая работа, им совершенно было все равно, что конферен там происходит, они рассматривали ситуацию, когда кто-то дает в долг, думает дать в долг или не дать, а тот второй, который он дает, он в любом случае обещает вернуть, но может его потом вернуть, а может не вернуть. В наших терминах можно взять или не взять на работу, дальше можно как-то подсидеть своего начальника, чтобы занять его место, а можно не подсиживать, а остаться ему лояльным. Тем самым можно рассмотреть ситуацию найма, как такую игру на доверие, и главное в этой игре, поэтому она так называется, что тот, кто решает давать в долг или брать на работу, не знает предпочтений того второго, которого он нанимает или которого он дает в долг, и он не знает, ему выгоднее таки выплатить этот долг или вернуть. Дело в том, что и доверие, и лояльность, и процесс того, когда кто-то кому-то доверяет, и лояльность как встречный процесс, они ненаблюдаемые свойства. Мы не знаем, можем ли ненаблюдаемые свойства человеку, но мы можем тот нам второй посылать некие сигналы. Все ненаблюдаемые свойства они называют крипто, ненаблюдаемые манифесты, и мы наши ненаблюдаемые свойства посылаем другим людям. Если мы приходим в банк, то мы хорошо одеваемся, чтобы они думали, что мы достаточно богатые люди, чтобы мы в состоянии вернуть долг. И они в рамках своей теоретической модели показали, что, во-первых, чем дороже симулировать признак доверия, а не само доверие, тем оно надежнее, и чем больше итераций это количество игр подходит, тем выше доверие. Тем самым отсюда становится понятно, почему люди так часто, этнические меньшинства, находящиеся в миграции, так часто берут на работу тоже этнические меньшинства, потому что они могут выходцы со своей же страны, потому что симулировать этническую принадлежность довольно сложно и дорого, иногда совсем невозможно. А также отсюда становится понятно, наконец-то, почему так важно эта реконструкция связей через количество лет работы, потому что это процесс доверия, недоверия, предательства, непредательства, происходит через много итераций, и тем самым у нас есть некоторая доработанная репутация. И последнее короткое отступление, это статья, которую, наверное, многие читали наших двух экономистов из Российской школы экономики, диктаторы Визель, тоже в рамках совсем теоретической, в терминах теории и игр созданы, там есть дикторы. Они пытались задать себе вопрос, в сложившись и теоретически, почему так часто диктаторы нанимают тех, кто фактически управляет экономикой, не максимально эффективных. То есть очень близко к тому вопросу, в котором задаемся мы в итоге. И они в рамках этой теоретической модели рассматривают ситуацию, когда есть диктатор, есть премьер-министр или правительство, есть некий враг, даже пусть и воображаемый, оппозиция, например, которому может этот премьер-министр, они его называют визирем, на восточный манер, может перебежать. И в зависимости от системы выплат и преференций, они показывают, что в авторитарных режимах, то есть там, где они не вписаны в никакую партийную систему и нет механизма наследования, диктатору всегда выгодно, рационально брать неэффективного премьер-министра, нанимать. И теперь, пожалуй, мы переходим к тем модели, которые я хотел представить вкратце. У нее есть несколько посылок, которые можно обсуждать, можно оставить под сомнение, но они лежат в базе всего того, что будет представлено на память следующих слайдов. Во-первых, мы исходим из того, что любой актер в дуркатической структуре стремится к максимализации продолжительности своего пребывания на должности. Из этого не следует, что он предпочитет всегда сидеть на своей должности, он может предпочесть или занять какую-нибудь должность выше, или перейти по горизонтали. Но главное не спускаться вниз и не быть уволенным. Все, что он делает, он делает, пытаясь максимизировать это. Во-вторых, как сказано в том советском рейдове, с которого мы все начали, существует некоторая, я не уверен, что это хороший перевод английского слова трейдов, но существует некоторая обратная зависимость между лояльностью и компетентностью на индивидуальном уровне. То есть, чем более человек лоялен, тем меньше вероятности, что он будет компетентен, и наоборот. Это самая сильная посылка этой модели. Есть несколько характеристических работ, вроде того, что я привел на экране, которые пытаются обосновать. Есть исследования американской бюрократии начала 90-х годов, где они буквально просили всех назначаемых чиновников непосредственно президентом и считали их IQ, пытаясь доказать это. Это доказательство очень сложно, и тем более, что не совсем понятно, что измерить лояльность еще как-то можно, когда мы увидим, а компетентность, в том числе, совсем непонятно как. Так что мы будем исходить из этого, как из посылки. И последнее, это то, что мы исходим из того, что выживаемость человека зависит от суммы его компетентности и лояльности, и всех, кто под ним. тем самым мы можем посмотреть на процесс на микроуровне, на индивидуальном уровне назначения, как на такую микроэкономическую модель, где все кандидаты, так как мы знаем, посмотрите выше, что есть баланс между лояльностью и компетентностью, все кандидаты на этой красной линии ассортированы в качестве некоторой бюджетной линии. Есть сильно лояльные, но довольно глупые, есть очень компетентные и совсем нелояльные. Так или иначе, они создают некоторый пул возможных кандидатов. И существует кривая безразличия, вдоль которой находятся все наборы людей, между которыми начальник безразличен с точки зрения возможного найма. И на месте, я не буду сейчас даваться, если у кого-то был курс микроэкономики, вы должны были это учить, потому что так происходит в микроэкономике, выбора предпочтений продукта при бюджетном ограничении и преференции между этими продуктами. Но так или иначе, на касателе между двумя этими линиями находится оптимальный выбор начальника. Это предпочтение начальника, это пул возможных кандидатов, и здесь находится это предпочтение. Тут нужно немножко займеть, наконец-то пойти в самое начало и дать определение лояльности. В данном случае можно определить лояльность как то, что лояльность это не сигнализирование о том, что ты умный, никому, кроме своего непосредственного начальника, потому что начальник над ним, и это важно помнить, это очень простая вещь, совсем очевидная, банальная, но любой начальник это чей-то подчиненный. В том смысле, его начальником делает то, что он чей-то подчиненный, потому что именно это заставляет его на нас как-то давить, потому что на него кто-то давит сверху. Тем самым, его непосредственный начальник бесконечно, в каком-то можно взглянуть на этот процесс, как на то, что он бесконечно рассматривает возможных кандидатов на место этого начальника. Может быть, кто-то есть умнее. Тем самым, любое сигнализирование о том, что подчиненный второго уровня сильно умный, кому-нибудь, кроме непосредственного тебя, свидетельствует о твоей нелояльности. И это очень узкое определение лояльности показывает, возможно, как и работает этот баланс между компетенцией и лояльностью, потому что все-таки, чем более ты умный, тем сложнее это скрывать. И наоборот, чем более ты глупый, тем сложнее это скрывать. Тем самым могут изменяться дифференции, предпочтения, если происходят сдвиги какие-то глобальные, институциональные, могут изменяться предпочтения начальников. При том, что есть все тот же набор кандидатов, могут изменяться предпочтения начальников, и тот же самый начальник при изменившемся предпочтении будет предпочитать более лояльно. Например, потому что более лояльно предпочитает его начальник. Он может двигаться в другую сторону, потому что произошла демократизация и произошло увеличение политической конкуренции. Он предпочитает иметь более эффективных, более компетентных, потому что выросла политическая конкуренция и спрос на более компетентных. Но даже при тех же предпочтениях начальника может произойти сдвиг имеющихся кандидатов. Могут просто вырасти большое количество компетентных и не склонных к тому, чтобы показывать свою лояльность кандидатов, а может произойти такое, что эта лояльность скрывает сложнее и некомпетентность, например, если происходит либерализация свободы прессы, например. И при тех же предпочтениях начальников этот самый начальник будет предпочитать более компетентных и некомпетентных. И здесь отсюда следует одна в каком-то смысле неразрешимая дилемма чиновника, так как, как я уже говорил выше, твой начальник чей-то подчиненный. И если считать, что его начальник все время рассматривает возможность его заменить кем-то компетентным, при прочих равных он предпочитает иметь более компетентных. Тот факт, что он получает сигнал о чьей-то компетентности более низкого уровня, свидетельствует о том, что это одновременный сигнал его и лояльности, потому что у настоящего лояльного человека он бы не получил этого сигнала. Или это слишком запутанное. В том смысле, что если я получаю от кого-то сигнал о том, что он толковый человек, это значит, что он его не сумел достаточно скрыть, и ему не стоит доверять. В целом, вот в таких очень абстрактных теоретических терминах, эта модель выглядит вот так. Она обладает теми же неприятными свойствами, что и прекрасная модель для Егорова и Сонина про диктатора и еще много других моделей, тем, что она совсем непрессифицируема. Мы не можем ее проверить, не очень понимаю, как ее посчитать. Не можем знать, как Фейернали, она может быть легко провернуть, но так, как ее невозможно посчитать, я проверну, что нельзя. То, что я предлагаю, не является, безусловно, не является оптимальным решением. Возможно, вы или еще кто-нибудь можете предложить лучше, но это то, что мне пришло в голову. Вернемся к нашим посылкам. Тот слайд, который уже я показывал. Вспомним о том, что в ней, в этой модели, что звучит очень реалистично, более реалистично, чем оставшиеся посылки. Каждый стремится к максимизации продолжительности своего пребывания на посту. То есть, никто в бюрократическом смысле не суицидален. Это нам подсказывает одно из возможных решений. Это просто переформулировка этой же посылки. Любой человек стремится увеличить в Т время пребывания своего на посту, либо возможность перехода на такую же позицию, или на возможность перехода на это. Но на самом деле мы определим как смерть. Это нам потребуется просто исключительно, потому что модель анализа выживаемости, которая дальше будет использована, определяет эти события как смерть, потому что весь этот метод выживаемости взят, на самом деле, из медицины, и они чаще всего этим пользуются, когда они смотрят, сколько человек протянули после воздействия нового лекарства, и отвечает ли это от той группы, которая нового лекарства не принимает. И мы комбинируем анализ выживаемости с анализом социальных сетей. Каждый участник, допустим, член федерального правительства, наблюдая именемором времени, в любом случае, рано или поздно, кроме тех, кто выйдет за пределы нашего наблюдения, может быть уволен, а некоторые из них протянули 10 лет, некоторые 3 месяца, некоторые будут очень быстро уволены. Мы можем посмотреть, это у нас будет наша независимая переменная количество, количество месяцев, лет, дней до так называемой смерти, в гурнодоргическом смысле. И их вовлеченность в сети, то самое битвинность, которое я считал, тигри, то есть количество количественных связей, в гри, которые здесь называют гри, а количество связей с вышестоящими лицами, количество связей с нижестоящими лицами, то есть собственная клиентская сеть, может быть использована в качестве независимых переменных. И мы тем самым можем посмотреть, действительно ли те, кто более увлечены в сети, или более увлечены в сети определенным образом, например, связаны только одной иной с вышестоящим начальником, тем самым Вернаки и Хоттезе Брейгер, о том, что эта патронажная сеть выглядит как такая снижение. Более, имеют больше хаансов на выживание, чем те, кто, например, вот как этот вот имя, который здесь простой, для примера, ни с тем не связан, или ноль, такой, такой, изолированной коллектив. Это, опять же таки, как и то, что мы описывали вначале, очень простой, понятный механизм, у нас есть функция, мы можем посмотреть, как все эти сети красивых картинок, которые мы рисовали, обретают в какой-то смысле для нас, в предиктивном смысле, потому что у нас получается формула с ошибкой, с стандартной ошибкой, мы можем попробовать что-то предсказать и проверить, или опровергнуть, мы можем контролировать на каких-то социоэкономических характеристики, смотреть, как влияет размер группы, в которые они входят, большой, это план или маленький. Здравствуйте, я чертил на основе скульптуированных сетей, потому что не хотел сказать, что работает модель, это не реальные данные, это выживаемость в месяцах в условном правительстве для тех, вот это синие, для тех, кто изолирован, то есть не имеет никаких связей с сетей, не имеет никаких патронов, и выживаемость у тех, вероятность, как, соответственно, выживать до течения месяца, у тех, кто имеет какие-то связи, а это, соответственно, обратная эта функция, вероятность, быть уволен, умеет, соответственно, пуститься в месяц. Я уже в язык конференции. Часть преимуществ, которые в этой модели есть, я уже учел, во-первых, учитываясь фактором времени, это тот недостаток изначально модели, про который я забыл сказать, потому что, безусловно, чем дольше человек сидит на посту, вне зависимости от его связи, тем больше шансов у него выйти уволен, у него больше шансов быть даже просто умелением. Есть еще важная вещь. Компетенцию невозможно мерить, но мы можем исходить из посылки, достаточно логичной, что, если бы мы могли бы ее мерить, то эта компетенция с приходом на пост точно не должна падать, а, скорее всего, расти, вне зависимости. Посмотрев на разницу в шансах быть уволен на изолированные и неизолированные участники, мы можем попробовать измерить отдачу от компетенции. Можем посмотреть, просто ли влияет в уличенстве в сети, или это важная связь или это патронаж, то есть, когда ты связан с кем-то одним сверху и у тебя большая сеть под тобой. Вот. Это, скорее, все, что я хотел вам сказать с точки зрения иерархических структур, то есть там, где люди не выбираются, и назначаются. То, что я делаю сейчас для Европейского университета, это немножко другой проект. Я не знаю, есть у нас время еще 5, что-то, 10. Модификация этого и логичный вопрос, что делать всем, кто выбирается с выборами второго порядка. Я привел две большие стады, я не знаю, Викна по-моему. Одна взята из Фейсбука и набрала какое-то невероятное количество лайков и шерох в личном университете, еще полторы. Шерох только. Очень длинный пост такого-то восторженного человека, который пишет, оказывается, 99% успеха жизни не зависит от исполнительной власти. Например, в городе Винниц работает мэр еврей, и дальше очень долго перечисляет, что он конкретно сделал с фотографиями симпатичный небольшой украинский город. И дальше задается вопросом, почему, если в Виннице, в небогатом городе такое можно сделать, почему это не делается в любом провинциальном, сопоставимом по размеру российском городе, и что нужно требовать не с Путина и Медведева, а с местных. пишет этот человек. Это не случайно, что обе эти цитаты по украинским городам, потому что тот проект, в котором сейчас работаю, это сравнение Польши и Украины, и России там нет, но Украина не довольно похожа на Россию, но мне все будет понятно. Вторая цитата из форума города Фастов, город Фастов, так правило, как Киева, 50 тысяч человек. Город Фастов маленький, все прекрасно знают, кто бандит, и кто праведник, но, к сожалению, во время выборов складывается такое впечатление, что все население города повышает доктору контузию с обшивом памяти. Это интересный вопрос, потому что мы понимаем теоретически, исходя из той модели, которую мы возложили, или из какой-нибудь другой модели, или даже интуитивно понимаем, почему люди нанимают своих знакомых не самых умных под собой, в качестве подчинения. Но почему люди голосуют за не максимально компетентных людей, мне вполне ясно. Проблема стоит в том, что эти выборы не зря называются выборами второго порядка, потому что мэр, хотя и выбирается, если он выбирается, жизнь именно города он очень сильно ограничен в своих действиях и очень сильно подвержен влиянием центрального проекта. У него возникает в каком-то смысле проблема того, что у него два принципала. Он сам агент, у него два принципала, и не знает проблемы двух хозяев. Он слегка двух расходов. Немножко модифицировав нашу модель, мы можем исходить из того, что люди его нанимают, исходя из его эффективности, которые они тоже понимают как его личную или его групповую в смысле всей его команды есть компенсентность, и его рояльность центру, которую можно выразить как тот результат, который правящая партия ожидает получить в таком положении. В обмен на это оно может дать какие-то гордо-деференции, региональные гранты, субсидии и так далее. Это было очень хорошо видно, как это работает буквально на микроуровне, когда был опрос в городе Химки перед выборами, когда он участвовал в... Чирикова. Чирикова? Спасибо. Потому что кто-то, помню, с телеканала больше спрашивал, будет ли вы голосоваться Чирикова, и люди, пара людей ответили, зачем она нам нужна, она оппозиционер, нам никто не сделает новые дороги. В чем есть хотя и циничная, но и рациональность. И тем самым шансы мэра быть избранными зависят не только от его компетенции, что отвечает на вопрос, почему люди выбирают совсем не часто не самых компетентных людей. Потому что они учитывают эти связи с центром в своих предпочтениях. я, пожалуй, это попущу, потому что я еще истекаю чувствую опцию, что я не узкая вот перейти нормальный вид. Да, я вот уже сказал, что лояльность мэра центру, выраженная, допустим, в том, что центр ожидает от него каких-то от этого города каких-то правильных результатов, даже при честных выборах. И горожане учитывают это, избирая его и, скорее, его качественные. И мы не можем избирать компетенцию, опять же-таки, и даже нам часто сложно измерить лояльность, в частности, потому что про мэров или другие выбранные должности нам гораздо меньше, что известно по части в биографии, не можем так воссоздать сети. Но у нас, к счастью, есть городские бюджеты. Это то, чем я, в частности, занимаюсь с Украиной и Польшей. И там есть разные показатели, некоторые из которых зависят от центра, некоторые нет. Потому что баланс, сбалансированность бюджета, если вычесть транзакции из центра, это, скорее, функция компетентности, сравнительная сбалансированность по сравнению с предыдущим годом, например, или по сравнению с городами такого же размера. Это, скорее, функция качества управления как такового. А прирост региональных грантов из центра скорее может быть связан с лояльностью мера центра. Эти две вещи имеют разные отдачи от лояльности и компетентности. И сравнивая лояльность и компетентность в одной институциональной среде и в другой институциональной среде, например, в Украине больше, где уровень управления очень разный, мы можем посмотреть, как это работает. Пожалуй, все. возможно, что-то было забыто, но мы можем вернуться к этому и обсудить. отдачи. Спасибо. Продолжение следует...